всем привет с вами вульф я продолжаю программу металл ссср от а до я где мы вместе с вами вспоминаем коллективы которые лобали тяжелый рок начиная середины конца восьмидесятых вплоть до развала союза а именно это произошло кто не знает в 1901 году но еще год-два захватим все-таки дух совка еще был очень силен ну что ж как обычно я не буду много времени тратить на вступление так что поехали итак в прошлой части закончил буквой м на очереди идет м на которую сразу хочется вспомнить такую интересную хэй металл группу как новый завет которую образовал вячеслав горбачев после того как он ушел из группы александр невский выпустивший кстати неплохой альбом руси ускормлен одной из причин ухода был новый репертуар и горбачева который музыканты александра невского не захотели исполнять который даже не слушая музыку группы уже понятен по названию коллектива а именно христианский рок быстро найдя одиномышленников горбачев и новая группа записали первый альбом под названием аллилуйя который вышел в принципе неплохим и почти не имел аналогов разве нам приходит еще одна команда оставляющая на путь истинный а именно мономах но только есть отличие новый завет играл в разы тяжелее что-то очень схожее на black sabbath или сольники ози озборна да что там горбачев никогда не скрывал что вдохновителем его музыки всегда был великий и ужасный так что новый завет такой себе вариант нашего ози озборна если первый выход в виде пластинки под названием аллилуйя был все-таки более-менее пробой пера то второй лангплей под названием изгоняющий дьявола получился отличным намного уверенно сыгранный более драйвовый и рифовый чем дебют изгоняющий дьявола получился очень даже неплох настолько чтобы быть в коллекции любителя металла это уж точно передо мной я крови алые губы призрак тьмы как чувак но чужой я одет и в улыбке стали спрыгать в себя без ума Иисус Христос в мире, Иисус Христос, Рави, Рави! Хотя, если брать в общем творчество группы «Новый Завет», то, конечно, эта музыка не та, чтобы раз послушать. Во всяком случае, я на пятый раз прослушивания начал только более-менее вникать в тексты. Настолько они сложны и имеют много смысла. Из-за этого, конечно же, многих могут они оттолкнуть. Но тогда, в начале 90-х, группе очень крупно повезло, так как нашлись богатые спонсоры, которые помогли группе работать и выпускать альбомы, и вообще держаться на плаву. В общем, кто еще не слышал эту непохожую ни на кого группу, я рекомендую обязательно послушать. Такого больше нет. Да, и еще кому все-таки не зайдет христианская тема группы Новый Завет, советую послушать музыку будущего нового коллектива Горбачева под названием «Саботаж», а именно классный альбом «Медный бык», где в песнях поется про более-менее мирскую жизнь, и который, если брать наши современные хэй-метал эпосы, особенно сильно мне понравился. «Медный бык» Через все небо дым, теплый лекарь, на площади мы чьи нетный бык. Мир — это значит версть, в нем сердца нет. Нагретый болью бык лук накрик. Еще одной группой «Наэн» была московская команда под названием «Набат». В 1989 году был записан одноименный магнитоальбом. Что касается музыки, то стиль был весьма интересным. Длинные 6-8-минутные композиции в стиле «Харден Хэви», техничное гитарное соло и неплохие тексты украшали альбом. Но есть одно «но» — это очень плохое качество записи, которое просто не дает полностью услышать тот материал, который был задуман. Так что, слушая его, можно только почувствовать дух того времени, и не более того. Чуть получше оказалась запись другой группы под названием «Нокаут», который еще в 1986 году записали небольшой альбом «Металлическая атака», где, как по мне, была парочка интересных вещей. На букву «Н» в принципе ничего больше нет. Так что перейдем к следующей. На букву «О», как потом оказалось, есть немного групп. Одна из них — это представитель хард-рока города Архангельска под названием «Облачный край». Хотя ее можно еще обозначить как панк-рок-группу. Заязвительные, хлесткие и полные критики в адрес правительства тексты. Многие песни группы тогда в СССР стали классикой тяжелой советской музыки. Широкую же известность группа приобрела в середине 80-х, благодаря распространению самодельных альбомов и поддержке многих людей, непоследних в союзном роке. Еще с середины 1984 года начинается ленинградский период группы, где на студии Андрея Тропила, благодаря которому мы услышали первые работы таких исполнителей, как «Кино», «Аквариум», «Алиса» и еще многих других, «Облачный край» одновременно с той же «Алисой», писавшей там же свой альбом «Энергия», начинает записывать альбом «Блюжья доля». Диск увидел свет в ноябре 1984 года и сразу же стал суперпопулярным во всем Советском Союзе. Очень многие меломаны того времени начали знакомство с творчеством «Облачного края» именно с этого альбома, нёши в себе больше панка, чем хард-рока. Таким же получился и следующий альбом «Облачного края», а именно «Стремя и люди», которые вместе с «Ублюжьей долей» становятся кассетными легендами СССР, после чего коллектив начинает активно выступать, давая эффектные концерты на многих фестивалях страны. В 1990 году, на ленинградской студии «Мелодия», благодаря уже директору филиала фирмы, а именно Андрею Тропила, «Облачный край» записывает и издаёт на виниле уже более металлический альбом, чем панковый «Свободы захотели». Диск разошёлся по всей стране огромными тиражами. В 1991 году вышел ещё один альбом с одноимённым названием, который многими считается вершиной творчества коллектива. Но как ни парадоксально, что было типично в то время, группа, будучи популярна в период запрета, распадается, когда уже можно петь и говорить, не боясь репрессий. Что и произошло затем с «Облачным краем» – одной из самых загадочных и недооценённых представителей рок-культуры СССР из 80-х. Далее у нас в программе ещё один представитель прибалтийского харда, а именно одна из легендарных латвийских хард-рок-команд под названием «Опус Про», чей пик популярности приходился на 80-е. Выступая на многих рок-фестивалях и выпуская клипы, «Опус Про» в конце 80-х смогли записать только демо-альбом, при том, что играли неплохой хард-н-хэви, чем-то похожий на тогда популярный на Западе «Вайтснейк». Стоит также вспомнить «Питерский орден», избравший в качестве стиля своей музыки хэви-метал. Если первый одноимённый альбом «Ордена», который вышел в 1990 году, получился с очень плохой записью, то второй диск под названием «Омен» 1992 года оказался очень даже неплохим, что по материалу, так и более-менее нормальный по записи. Период, а именно начало 90-х, когда все играли или коммерческий англоязычный хард, или же наоборот зубодробительный трэш, чистый и классный хэви-метал в лице «Ордена» отлично слушался. Так что не пропустите альбом «Омен». Не разочаруйтесь, это уж точно. Еще одной интересной группой на букву «О» была в конце 80-х команда под названием «Оперативное вмешательство». На свои средства музыканты на одной из студий «Мелодии» записали одноимённый альбом, который, к несчастью, был потерян. Сохранилась только оцифрованная кассета, которую сейчас можно найти в сети. Жаль, конечно, материал ведь получился более чем. Говоря букву «П», сразу же на ум приходит группа «Парк Горького». Одни из немногих наших тяжелых команд, которые стали известными на Западе. Особенно это касается США, куда стремились попытать счастье многие известные коллективы советского металла. Например, те же «Черный кофе», «Гаина» и «Галактика». Но в отличие от этих, смогли завоевать широкую известность в Америке. Да что там, с успехом гастролировали по США, объезжая штат за штатом. Этому, конечно же, поспособствовало не только выпущенный классный англоязычный одноименный альбом 1989 году, но и некоторые другие факторы. В первую очередь, это отличная раскрутка группы. Перед тем же туром США они выступили на равных, показав себя на рок-фестивале в Москве 1989 года с такими монстрами, как Бонжови, Мотли Крю, Оззи Осборн, Скорпионс и другими. Во-вторых, в конце 80-х жизнь СССР была очень популярна в США, связанной с окончанием Холодной войны и падение, так сказать, железного занавеса. И здесь парку Горького, конечно, очень повезло, которые смогли представлять Советский Союз в Америке, где имели просто неописуемую поддержку. Ну и в-третьих, музыка группы также оказалась на высоте, во всяком случае не хуже тех же Бонжови, которые на тот момент в мире были лучшими в своем жанре. Бонжови Так что первый одноименный альбом Парка достиг 80-й строчки Билборд Америки, что стало на тот момент рекордным показателем для наших групп, то есть они стали первым русскоязычным коллективом, попавшим в американский чарт. Тот же один из самых популярных синглов коллектива Бэнк попал в топ-15 на американской ТВ и продержался там 2 месяца, добравшись до третьей строчки, что было просто фантастикой для группы, на родине которой, где еще четыре года назад слово «металл» было в андеграунде и которого, как и секса, не существовало. Второй альбом под названием «Москов Колин» группа Парк Горького записала в 1992 году, когда СССР уже не было и интерес коллективу, особенно в США, начал утихать. К тому же группу покинули менеджер и вокалист, но как по мне Александр Маршалл, ставший к основному микрофону, нисколько не прогадал. Многие считают именно «Москов Колин» лучшим в биографии группы. Как по мне, эти оба диско-группы Парк Горького по-своему лучшие, и трудно выделить кого-то из них. Но оба всем показали, как нужно делать успешный коммерческий металл и навсегда вошли в историю одним из самых успешных коллективов, когда-либо у нас существовавших. Следующим по списку у нас идет опять представитель прибалтийского тяжелого рока, а именно латвийская группа «Полис». В отличие от своих коллег по республике, «Полис» пели на русском, играя при этом мелодичный хард-рок. В 1989 году на рижской студии «Мелодии» был записан одноименный альбом, на некоторых из песен которого были сняты видеоклипы, что в то время считалось достижением, и говорило, что группа весьма популярна. ПЕСНЯ 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 Битва за власть Битва за власть Также в СССР имела известность такая группа, как Понтий Пилат, которая в конце 80-х выпустила аж три магнита альбома. Это «Рабы иглы» и «Страшный суд» в 1988 и в 1990-м «Час быка». Что примечательно, в 88-м в Понтий Пилате пел Павел Некрасов, который потом был замечен в такой известной группе, как Джокер, а именно на альбоме «Дама Пик», который я считаю одним из лучших рок-альбомов в СССР. В принципе, я не скажу, что меня как-то смогла зацепить музыка Понтий Пилата, но может кому-то и зайдет. Как говорится, сколько людей, столько и мнений. С». «Нам враг помог сломать стены, Ну а теперь поговорим о группах, на которых я не нашел никакого видео. Это прежде всего коллектив по названиям Паутина. Сейчас не пойму, как эта группа, которая исправно выпускала альбом за альбомом, да еще и на винилах, нигде не снималась и не выпускала клипов. Что же касается музыки, то коллектив всегда хотел отделиться от обычных штампов. Будь то хардрок или еще что-то. Музыканты старались совместить многие стили, но как по мне, это у них не сильно получилось. Во всяком случае, я так и не нашел ничего для себя интересного. Следующая у нас идет группа Prime Evil, которая являлась одним из пионеров дэд металла, тогда еще в СНГ, и исполняла жесткий и своеобразный дэд. Альбом 1993 года является единственным у коллектива, которые после его выхода распались. А жаль, отличный дэд лобали парни. Далее у нас идет представитель Black Metal, а именно группа преисподняя, которая играла металл на мрачные и темные темы. Коллектив, как затем оказалось, не беспокоился о такой вещи, как запись своего альбома. Посему за историю существования группы нет ни одной студийной записи, кроме любительских. У меня лично есть в коллекции какой-то альбом без названия, датированный 1992 годом. Скорее всего записанный с какого-нибудь концерта. Но и там даже при не лучшем звуке слышна мощь и потенциал группы. Так что любителям темного металла будет, я думаю, интересно. Это уж точно. Не стоит также забывать еще одного представителя женского вокала в металле СССР. На этот раз это группа Примадонна, которая считается первым коллективом в Союзе, играющим женский глэм-рок. Не сказал бы, что в музыке группы есть что-то уж очень необычное. Но тогда в 87-м первый альбом группы Примадонна быстро обрел популярность и имел многих поклонников. Еще одной группой на П был коллектив под названием Приз, выпустивший альбом в стиле Harden Heavy «Храм желаний» в 1990 году. В принципе, неплохой выдали материал, так сказать, типичный для групп 2-го и 3-го эшелона. Чуть поинтереснее оказалась группа Принцип, которая в 1989 году выпустила магниты альбом «Дорога в ад». Длинные и интересные хэви-метал эпосы украшают весь диск. Минус это, конечно же, не супер запись. Но и так материал слушается неплохо. Так что любителям советского хэви будет в самый раз. Ну и последней на сегодня группой будет коллектив под названием «Пропеллер», участники которого потом раскрылись в команде под названием «Фантазм», который был весьма популярен в начале 90-х на металл-сцене. Всем советую послушать качественный, жесткий и агрессивный трэш в исполнении этой группы. Ну что ж, на этом сегодня пока все. Жаль, конечно, что очень мало видео есть по тем временам. Особенно у тех, кто не сильно был популярен, но не менее интересен. И в следующей части «Металл СССР» от А до Я, надеюсь, его будет больше. Ведь хочется не только рассказать о коллективе, но и показать его. Ну а с вами, как всегда, был Вульф. Пишите в комментариях, какие еще группы на НОП вы еще знаете. Не забывайте подписываться на канал, ведь еще будет много чего интересного. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok